13 часов и 6 минут в нашем городе. Добрый день. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня в нашей студии юрист Ян Чеботарев Ян Евгеньевич. Добрый день. Добрый день. Ну, несмотря на то, что я вас так представляю, вы на самом деле являетесь юристом. Мы обычно в особых мнениях затрагиваем всевозможные темы. Не только правовые, не только юридические. На сей раз будет точно так же. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте хакиров.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. И, кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы вопрос свои, гости особого мнения, могли задать. Ждем вопросов, в общем. Ян Евгеньевич, у нас второй день подряд в дневном развороте обсуждается следующий вопрос. В вопросе, размещенном на нашем сайте, на нашей странице ВКонтакте. Со сменой главы города жизнь в Кирове станет лучше, станет хуже или ничего не изменится? В частности, в группе ВКонтакте, в нашей проголосовой, почти 500 человек. Почему-то немало. И 80% из них считают, что ничего не изменится. Ваша позиция? Я присоединюсь к большинству. Я тоже считаю о том, что смена главы города, мэра, не находится в прямой взаимосвязи с жизнью обычных горожан. А что значит для вас жить лучше или жить хуже? Это, в первую очередь, материальный достаток или что-то еще? Ну, на самом деле, материальный достаток – вещь, безусловно, важная. Однако, на мой взгляд, важнейшим является ощущение себя счастливым и удовлетворенным. Потому что я очень часто, может быть, силу возраста уже вспоминаю годы, когда я совершенно чудно работал на заводе «Лепся» с лесарем. И зарабатывал весьма немного. Но при этом был счастлив. Мне всего хватало. Весь мир был передо мной. Ощущение счастья связано, конечно, с возрастом человека. Вот, например, для меня очень важно, лучше или хуже – это не только чтобы мне было хорошо, но и окружающим было хорошо. Есть у вас такая особенность? Безусловно. Не только ты улыбался, ходил, но и люди вокруг тебя. Ну, в силу профессии ко мне очень редко люди приходят счастливые и удовлетворенные. В основном к юристам, как к врачам, приходят люди, имеющие какую-то потребность, либо какую-то боль с просьбой о помощи. Но бывают приятные исключения, безусловно, когда в последующем, после того, как какая-то проблема решена, приходят, благодарят. Причем, между прочим, отмечу, что становится больше с каждым годом благодарных. Давайте немножко порефиксируем. Все-таки 2007 год, когда Владимир Быков пришел на пост главы города Кирова, мы были почти на 10 лет моложе. Да, 2007? Почти. Давайте пройдемся. Это основные положительные и отрицательные моменты, которые вы связываете именно с главой города, с господином Быковым за прошедшее время. С чего начнем с положительных и отрицательных? Я имею в виду изменения, произошедшие в Кирове. Я когда говорил в самом начале, недалеко, несколько минут назад о том, что, на мой взгляд, не зависит, кто находится у руля города, и благосостояние граждан, ощущение счастья и прочее, прочее, я говорил абсолютную правду. На мой взгляд, с учетом некоторой все-таки искусственности, должности мэра в том понимании, в котором мы ее видим сейчас, тяжело оценивать влияние конкретной личности господина Быкова на окружающую нас действительность. Вот завернуло так сложно. Даже не просто. Нет, на самом деле, я в свое время внимательно достаточно читал устав муниципального образования города Киров. У нас же мэр – это не президент города, это глава законодательного собрания Думы городской. Руководитель законодательного органа. Но не более того, больше рычагов, влияющих на нормальную человеческую жизнь, на быт горожан, находятся в руках как раз у главы администрации, который никуда не уходил. А вот интересно, глава этой администрации у нас является подопечным, точнее, подотчетным главе города. Городская дума – это работодатель. Так у нас и депутаты, являясь непосредственными выразителями и носители народной воли, олицетворяют собой верховную власть в России. У нас все-таки, на самом деле, депутатский корпус в силу даже той же Конституции Российской Федерации представляет всех граждан, носителей власти. Соответственно, администрация, безусловно, формально подчинена законодательным органам. Но, на мой взгляд, конкретных каких-то рычагов воздействия на экономическую ситуацию, на содержание улиц, на общественный транспорт, на все. У нее многократно больше, в отличие от, на мой взгляд, все-таки достаточно декоративной функции главы города мэра. Я так понимаю, вы сторонник отсутствия разрушения этого двоих власти, когда есть глава администрации и глава города, о чем в недалеком прошлом очень активно говорилось. Ну, да, я бы, наверное, все-таки считал о том, что для простоты понимания необходимо четко разделять, кто занимается чем, не возлагая лишних каких-то, может быть, надежд на главу законодательного органа, мэра нашего и четко введя, может быть, прямые выборы не мэра, а, наверное, все-таки главы администрации, как высшего исполнительного органа. — Я так понимаю, сейчас у вас уже бесполезно обозначили свою позицию, бесполезно спрашивать о том, что бы вы пожелали новому главе. Желать, видимо, нечего, потому что от него ничего не зависит. — Почему? — Или зависит все-таки? Такие напутствия. Ну, смотрите, наш мэр, он возглавляет орган, который принимает муниципальные нормативные правовые акты. Соответственно, могу пожелать только одно, чтобы те нормы, те акты, те законы муниципального образования города Киров, которые будут приниматься, они отвечали действительно потребностям горожан, с тем, чтобы депутаты, большинство из которых являются представителями тех или иных коммерческих предприятий, имеют какие-то, возможно, свои интересы, большей части все-таки ориентировались на нужды горожан. — Насколько знаю я, особенно последний период нахождения господина Быкова у кормила власти на должности мэра был связан с достаточно большим количеством претензий к нему, в частности, по парку Победы, достаточно... — Чуть позже мы о ней поговорим, да? — Очень бы хотелось, чтобы поменьше скандалов было и побольше работ и у депутатского корпуса, и, безусловно, у администрации города. — Вчера, как раз, в дневном взвороте, в 11 часов, мы собирали так называемые наказы новому главе города, мне стало, напомню, Валерий Владыкин, большинство звонков было связано с тем, что надо улучшать внешний умник города. До сих пор у нас грязно, не прибрано, не убрано, сломано и так далее и тому подобное. — Давайте... — Вас это беспокоит внешний умник города? — Давайте улучшать. Давайте улучшать. Просто, вот, вы знаете, я в этой части рискнул показаться очень человеком странным, может быть, нашим слушателям. Я не люблю заниматься тем, чтобы толочь воду в ступе, либо сотрясать воздух. У меня есть городская квартира, да. Вот когда мы своим домом принимаем решение о необходимости какого-то улучшения, мы, простите, не петиции в администрацию города пишем, а скидываемся деньгами и что-то делаем. Давайте улучшать. — Кажется, не все могут скинуться, к сожалению, или не все могут скинуться в той мере, в которой требуется. — Великолепно, великолепно. Не обязательно скидываться деньгами, не ловите меня на словах. Можно совершенно чудно просто, извините, перестать гадить, где попало. Это уже будет весьма важным шагом для наведения чистоты и порядка в городе. Хотите примеры? Пожалуйста, мы все гуляем по нашему чудному городу, причем он не настолько ужасно грязный, безобразный. И регулярно видим, как мимо урна кидаются окульки, где в нарушении установленных правил выгуливаются собачки и прочее, прочее. Давайте начнем хотя бы следить за собой, убирать за собой, за своими питомцами и прочее. Уверяю вас, мгновенно город станет чище и наряднее. — Еще один последний вопрос к теме главы города. Уйдем на небольшой перерыв. Накануне большинство из позвонивших в наш эфир высказали за то, что хотели бы выбирать главу города самостоятельно. — Я тоже хочу. — Тоже хотите? — Тоже хочу. — Юридически это внесение в устав, да, в город, по извинению? — Начинать нужно с того, что такое желание должно возникнуть у наших депутатов, к полномочиям которых относится принятие устава муниципального образования города Киров в новой редакции, внесение изменений в уставы. — Когда действительно депутаты начнут прислушиваться к мнению своих избирателей, и мы сумеем обосновать и доказать нашим депутатам нашу потребность в введении прямых выборов, я думаю, что такие изменения могут быть внесены, и мы сможем совершенно чудно выбирать любое должностное лицо. И главу города, и главу администрации, и кого угодно. — Каким образом общественность может так широко и громко заявить о том, что мы хотим, давайте депутаты, шевелитесь? — Путем встреч, путем наказов, путем выборов, извините, но за многотысячелетнюю историю цивилизации ничего, кроме выборов, для этих целей не придумано. Если депутат, извините, откровенно наплевал на пожелания своих избирателей, его нужно либо отзывать, либо, как минимум, не голосовать за него в следующий раз. — Если на выборах в Гордуму в следующем году, в следующем году мы в Гордуму будем выбирать, кто-то из кандидатов в депутаты заявит о том, что я буду добиваться введения прямых выборов, это привлечет лично ваше внимание? — Я думаю, да, лично мое точно привлечет. Я думаю, что у многих активных избирателей точно так же дополнительные баллы и бонусы вот этот кандидат, безусловно, получит. У нас сейчас небольшая пауза, я напомню, что это особое мнение юриста Иоанна Чеботарева. Через несколько секунд продолжим. Особое мнение юриста Иоанна Чеботарева мы сегодня слушаем и продолжаем. Мы встречали с вами, Елена Евгеньевича, последний раз в особом мнении в конце августа. Не успели обсудить выборы, которые были 18 сентября. — Доверяете итогам выборов в АЗС, в Госдуму? Вас устраивает вот эта единороссовская? Накрыли, в общем, они собой все это пространство практически. — На выборы ходили? — Да. В мелочах могу сомневаться. Однако я читал достаточно много мнений и откровенных оппозиционеров в виде господина Навального, например, и достаточно большое количество политологов. Все сходятся все-таки во мнении, что да, действительно, те результаты выборов, которые мы видим, они могут немножко отличаться от действительности, однако все-таки общую тенденцию они отражают верно. И в этой части, в большей части, наверное, все наши оппозиционеры, как системные, так и несистемные, пенять могут только на самих себя. — Да, в целом доверяю, я считаю, что да, действительно, в настоящий момент Единая Россия является основной силой и основной партией, и то, что такое большое количество депутатов им удалось провести, отражает объективную действительность. — В Госдуме 343, у нас ВЗС 37. — Да, не могу сказать, что меня лично самого это радует. Я бы все-таки хотел видеть, наверное, не столь единый монолит в представительных органах. Желательно, чтобы все-таки какого-то такого абсолютного большинства одной партии не было. Но что есть, то есть. — Вживе мы увидим, что дальше будет происходить с этим самым парламентом. — Ну, ладно, посмотрим. — Ладно. Хорошо, немножко отличаемся от этой темы выборов. Я хочу сейчас вспомнить историю, о которой Вы рассказали еще несколько месяцев назад. Несколько месяцев назад это было в нашем эфире. Я напоминаю, что Ян Евгеньевич на своей странице в Фейсбуке публикует такие общественно значимые дела, связанные с правом, с разбирательствами в различных органах. И вот одно из этих дел было связано с судебными приставами. Отличились они тем, что взыскали полумиллионный долг. — Там чуть больше было, 550. — Взыскали они этот самый долг не с того человека, не с того, в смысле, с похожими, точнее, с точно теми же именем, фамилией, отчеством. — Нет, не совсем так. Как раз, если бы, да, значит, имя-то и отчество как раз отличались. Фамилия была такая же, как у должника. — Инициалы были одинаковые? — Инициалы были другие, фамилия только совпадала. Инициалы были другие, год рождения был другой, адрес места жительства был другой. Взыскали не с того. И при том на протяжении весьма длительного срока, а все это происходило в конце декабря аж 2015 года, сначала пытались заниматься отписками, потом признали собственную ошибку, но сказали о том, что... — Судебные приставы. — Да, что денег не вернем, взыскивайте эти деньги с того предприятия, которому мы их, собственно говоря, передали. Предприятие — это завод «Красный инструментальщик», который в банкротстве находится, и взыскать там ничего настоящего-нибудь невозможно. Вот, ну и тянулась, тянулась, тянула вся эта трагическая история, пока, наконец, Октябрьский районный суд города Кирова не рассмотрел относительно недавно, несколько дней назад, и не удовлетворил наш иск. Все-таки удалось нам взыскать с Федеральной службы судебных приставов, с казны, фактически, Российской Федерации, всю эту сумму. Я думаю, что следующим шагом, после того, как по вступлению решения в законную силу... — А, то есть она еще не вступила еще? — Ну, пока еще нет, но я думаю, что все равно вступит. — А судебные приставы больше не пытаются? — Жаловаться? Ну, знаете, я не знаю. Может быть, будут жаловаться, может быть, не будут жаловаться. Поглядим, посмотрим. На мой взгляд, решения абсолютно законные, честно говоря, ожидаемые. Единственное, что уж весьма долго нам пришлось добиваться его... — Похожие случаи вам известны? — Известны, известно, известно. — Именно в отношении судебных приставов? — Именно в отношении службы судебных приставов. Правда, не в Кировской области. В сопредельных регионах, я знаю, в Татарии, похожий случай был. Сумма, конечно, была немножко другая. Не полмиллиона рублей, а несколько тысяч. По России я мониторил специальный сайт Росправосудия. Нечто похожее тоже есть, да. Посмотрим. Очень, на самом деле, жаль, что такая большая, с большим количеством служащих, сотрудников службы, допускает такие странные ошибки. И фактически было установлено, что на нескольких этапах исполнительного производства приставы, один, второй, третий, четвертый, пятый, их там шесть, не контролируют фактически правильность заполнения документов. Получается, просто подмахивают те юридически значимые бумаги, которые банки, например, обязаны выполнять без раздумий. О чем это говорит, на мой взгляд? Непрофессионализм. Ну, есть такое слово, разгильдяйство. Вот, наверное, именно об этом и говорит. Разгильдяйство. Непрофессионализм, в общем-то, да. Ну, к сожалению, к сожалению, служба судебных приставов на протяжении всего процесса говорила исключительно об одном, о том, что да, да, действительно, ошибка есть, но вы знаете, как много дел, как много материалов в производстве каждого конкретного пристава, как невысока наша зарплата. Вы знаете, посочувствовать, наверное, этим людям местами я могу. Понять, наверное, и нет. Если человеку не устраивает его работа, если он считает о том, что уровень преференции, доходов, зарплаты не соответствует его ожиданиям, берется лист бумаги, пишется заявление, человек уходит на рынок труда, где наверняка при должном рвении, усидчивости, способностях он сможет зарабатывать в разы больше, чем платить ему государству. Не вижу пока очереди, например, ко мне. Вы писали о том, что там есть вероятность какой-то личной ответственности тех судебных приставов, которые как раз таки этими сами занимались. А здесь уже государственный механизм принуждения отлажен достаточно давно. Если государство потратит хотя бы рубль, а тут тем более 500 тысяч рублей, за ошибку своего чиновника, безусловно, вся эта сумма в итоге будет взыскана с непосредственных виновников. То есть вот сейчас служба судебных приставов управления, Федеральной службы судебных приставов Кировской области говорит о том, что есть пять или шесть, по-моему, сотрудников, которые допустили оплошности на первом этапе при внесении исполнительного листа данных в базу и на последующих не проконтролировали, ошиблись. Я думаю, что с них в какой-то пропорции, либо солидарно бюджеты будет эти деньги взыскивать. Тем более, что в законе право и обязанность применения регресса предусмотрены напрямую, и никто из Федеральной службы судебных приставов не согласится рисковать, я думаю, собственной карьерой для того, чтобы прикрыть ниже стоящих сотрудников, которые, тем более, еще, извините, так глупо ошибаются. Это что, как-нибудь процент от зарплаты? Ну, максимальный размер удержания и зарплаты составляет 50%. Половину? Ну, да. Ну, я думаю, 500 тысяч. Ну, если на шестерых раскинуть, я думаю, достаточно быстро. Нет, ну, конечно, можно продать какую-то собственность, да? Ну, опять же, Федеральный закон об исполнительном производстве предусматривает массу возможностей. А есть все возможные? Ну, посмотреть, как приставы будут у своих же сотрудников арестовывать какое-то имущество, я думаю, будет весьма любопытно многим. А вообще для меня, знаете, в целом заметен такой фон не только службы судебных приставов так себя ведет, но повсеместно в СМИ, в том числе, встречается информация о том, что вот, мы доберемся до каждого неплательщика, никто от нас не уйдет. Вы как к этому относитесь? Это как бы браво да какая-то? Или на самом деле, государство, понимая о том, что денег становится меньше, оно как-то активизирует все эти процессы по взыскатью в том числе? Ну, вы знаете, я вижу о том, что, например, государство весьма активно пытается взыскивать задолженности граждан, предпринимателей, предприятий в свою пользу, но в то же время излишней, да даже нормальной или обычной активности в исполнении судебных решений других не предпринимают. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что приставы откровенные бездействуют. То есть пишут бумаги, отправляют запросы, но реально никоим образом не спешат исполнить вступившие в законную силу решения. Приходится жаловаться, приходится тормошить, приходится угрожать как угодно, искать формальные, неформальные, личные возможности как-то поконтактировать со службой судебных приставов. На мой взгляд, с течением времени именно служба судебных приставов становится, к сожалению, только хуже. Почему? Если в начале моей личной юридической карьеры дозвониться до пристава было достаточно просто, то сейчас при внешней открытости информационной прозрачности деятельности службы отловить конкретного пристава, отвечающего за какое-то исполнительное производство, практически нереально. Почему? Потому что, ну, например, вот есть база данных, размещенная на сайте службы судебных приставов. Там, да, действительно, забив имя, фамилию, дворка, да, можно увидеть, кто из приставов занимается данным материалом. Там указывается, например, городской телефон. Дозвониться до пристава по этому номеру, ну, мне удается обычно по прошествии, ну, наверное, недели практически ежеминутных звонков. Потому что там просто либо трубка снята, либо к ней просто никто не подходит. Есть два дня в неделю, в течение которых приставы обязаны вести прием граждан. Ну, дойдите вот до Московской, посмотрите, какие толпы там собираются, и все станет понятно, я думаю. Да, Московская в районе пересечения с Деринзеева. Ну, или с Октябрьского проспекта. Да, да, да. Удачно. У нас сейчас небольшая рекламная пауза, я напомню, что это особое мнение Яны Чемтарева, юриста. Скоро мы продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня мы слушаем мнение особое юриста Яны Чемтарева. Яна Евгеньевича, четыре места в общественной палате в Кировской области освободилось. Нужны активные, целеустремленные, готовые жертвовать собой. Не хотите? В общественной палате? В общественной палате, да. Нет, не хочу. Не хотите, почему? Не хочу. Я знаю, вы неоднократно уже высказывали свое мнение об общественной палате. До июня этого года я вообще с трудом понимал, что такое общественная палата, особенно исходя из способа ее формирования, когда половина членов общественной палаты назначается фактически губернатором, и потом эта половина назначает себе коллег в другую половину. Подожди, в третьем-то созыве у нас другие? Ну, я же говорю... Правила оформирования. Правила оформирования. Я же говорю о прошлом. Да, да, да. Значит, и вот, начиная с июня этого года, когда общественной палате предоставили хотя бы право законодательной инициативы, ну, что-то начало где-то проясняться. Получается, что общественная палата, вот в моем личном понимании, это такой консультативный орган, который вправе советовать ЗАГС собранию предлагать какие-то законы, изменения в законодательные акты. Ну, хоть что-то понятно. Но в то же время, ну, это весьма тяжелое, весьма тяжелое. И на мой взгляд, не вполне эффективная работа. Почему? Потому что, ну, все-таки законы, нормативные акты принимают депутаты. Советовать депутатам я могу, не будучи членом какой-либо общественной палаты. Мне гораздо, может быть, проще, а может быть, приятнее, и я считаю, эффективнее, либо поразвивать молодежное движение, дебаты, которыми я занимаюсь, либо помочь конкретному человеку решить какую-то совершенно конкретную проблему этого человека. В общем, больше фактов, да, каких-то? Ну, да. Ну, да. Точетых таких. Наверное, да. Но это исключительно, это же мое особое внимание. Конечно. Да, это вот мое отношение. Пока, во всяком случае, я не вижу большой эффективности деятельности общественной палаты, как в Российской Федерации, так и в Кировской области. На мой взгляд, исходя из норм действующей Конституции, у нас есть депутаты, которые принимают законы, и влиять на них мы можем только выборами. Общественная палата с правом законодательной инициативы, ну, интересно, интересно, но время покажет, насколько вот подобного рода право будет широко применяться как вот этим органам, так, какое количество депутатов нашего областного ЗАГС собрания, например, будут голосовать за те предложения, которые общественная палата будут вносить. Посмотрим. Еще одна тема. Хочется узнать ваше мнение по поводу нее. Громкий скандал, хотя как громкий, в общей череде, уже как-то привычно это по всему. В общем, я про дело Павла Ануфриева говорю. В эти дни как раз уже практически месяц, как он находится под домашним арестом, Павел Ануфриев долгое время возглавлял департамент предпринимательства и торговли Кировской области, когда, потом, затем, когда была введена министерская система, он стал заместителем, председателем министра, министра, вернее, заместителем министра торговли, внешних связей и туризма, ну, в общем-то. 3 сентября он был задержан. Вменяют ему присвоение более 1 миллиона рублей, выдвиненных областным бюджетом в рамках программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Якобы дело еще было 5-6 лет назад. Вот Вы, как профессионал, общие такие сначала мнения по данному делу, ничего не кажется странным, что-то так не связующимся друг с другом? Я, как юрист, с трудом, наверное, могу и позволить себе комментировать какое-то конкретное дело, фабулу, которого я не знаю. Некоторое удивление, некоторое удивление, ну, наверное, у меня подобного рода дело, безусловно, вызывает по ряду обстоятельств. Первое. Насколько знаю я, господин Ануфриев чуть ли не дал признательные показания. Но об этом СМИ сообщили, да? Да, о чем сообщали СМИ. Во всем признал СМИ. В этой части, ну, безусловно, это меня некоторым образом настораживает. Почему? Потому что если человек признается в том, что он, да, действительно присвоил из бюджета более миллиона рублей, ну, естественно, я не могу это одобрять. Не то, что он признался, а то, что фактически человек сам заявляет о том, что да, я согласен, что я вот такую сумму из бюджета вынул. В то же время я считаю о том, что следует, наверное, подождать до суда. Потому что дело все-таки, на мой взгляд, несколько странноватое. При той отчетности, которая неизбежно сопутствует движению любого бюджетного рубля, не заметить пропажи подобного рода суммы на протяжении столь длительного времени, было весьма затруднительно. Опять же, у нас в структурах областного правительства достаточно много непересекающихся отделов, министерств, ведомств, которые друг друга должны контролировать, и прокуратура регулярно проверяет их деятельность. Поэтому я бы, наверное, все-таки не спешил с какими-то категоричными окончательными выводами и дождался суда. Опять же, не буду сбрасывать со счетов и возможность того, чтобы признание господина Ануфриева было все-таки в некотором роде вынужденным. Почему? Потому что оно было сделано как раз тогда, когда решался вопрос о мере пресечения. То есть, ему прямо так и сказали, что? Ну, еще раз. Признавайся. Так, такая возможность имеет место быть. Раскаяние, признание вины, безусловно, учитывается судом при выборе меры пресечения, и непризнание, как правило, всегда трактуется как попытка помешать следствию. Мы можем вернуться к делу господина Белых, нашего бывшего губернатора, кто не признавал себя виновным, ну и где он в настоящий момент, не под домашним арестом. Дважды уже, да, суд? Да. Суд его оставил в силу. Поэтому я не спешил бы с выводами и дождался все-таки суда, в ходе которого в любом случае, при любом раскладе, общественности станут известны те факты, на основании которых господин Ануфриев и был обвинен в совершении подобного рода тяжкого преступления, за которое может быть назначено наказание свыше 10 лет, если я правильно помню. Но то, что признал, то, что сотрудничает, это в пользу? Мы же не знаем, насколько добровольно было сделано это признание. Было ли это сделано под угрозой чего-либо или из-за опасения применения каких-то более жестких мер принуждения. Суда дождемся, увидим. Очень часто бывает, когда на самом деле недобросовестно ведется следствие, и задержанные откровенно запугиваются и принуждаются к самооговору фактически. Не хочу никого в данном конкретном случае, опять же, обвинять. Призываю все у нас запастись терпением и дождаться суда, когда информация общественности станет известной. Есть те, кто уверен, что это каким-то образом связано с упомянутым уже бывшим губернатором. Ну, безусловно, связано. Здесь сделано в отношении него возбужденным. А, в этой части. Ну, то, что с Никитой Юрьевичем это связано, ну, безусловно, господин Ануфриев являлся же членом команды. Безусловно, да. Соответственно, проступок, либо деяния, либо действия любого чиновника такого уровня, входящего в состав правительства Кировской области, конечно, ложится пятно в том числе и на главу правительства, на губернатора. Безусловно. Вот в этой части, безусловно, связано. Все остальное пока, извините, это домысл. Остается буквально несколько минут. У нас пара-тройка минут. Еще одну тему хочу поднять. Вот, да, Парк Победы упомянутый нами чуть ранее. В городе вы видели, не видели? После решения этого областного суда развернулась такая работа. Активисты выходят с пикетами, с плакатами и быков, вернее, Парк Победы. Видели, не видели? Идешь по улице и бац, из кустов такой плакат несет. Ну, ладно. Я в цирк стараюсь ходить исключительно в специально отведенное для этого место. При всем желании господин Быков вернуть Парк Победы в настоящий момент не сможет. Не он его продавал, простите. Не у него находится эта спорная территория. Поэтому... Давайте я поясню, да, почему я поднял эту тему. Облсуд, рассмотрев апелляцию прокуратуры на решение Октябрьского райсуда, признал продажу участка земли, который считается, вроде как, в народе, частью Парка Победы, признал эту продажу законной. Сумма там составила, напомню, почти 340 тысяч рублей. Четыре с лишним гектара. Вот ваша позиция. Причем тут... Ведь ранее это облсуд уже признавал незаконной. Ну, давайте так, признание законной и незаконной какой-либо сделки связано в том числе с соблюдением процедуры проведения торгов, с открытостью этих торгов. Любое решение суда, даже которое отменяется, может ведь быть отменено не потому, что суд передумал либо квалифицировал сделку как законную. Суд первой инстанции мог допустить весьма незначительное на первый взгляд процессуальное нарушение, которое может позволить суду второй инстанции, областному суду, это решение отменить и отправить дело на новое рассмотрение. Значит, я все-таки считаю, что здесь необходимо руководствоваться здравым смыслом и изучать все документы для того, чтобы делать выводы о правомерности тех операций. Набирать еще фактологии, набирать и набирать. Да, набирать еще факты. Если есть кто-либо, кто недоволен тем решением, которое приняла администрация, вопрос-то тогда, извините, прежде всего не к господину Быкову, а опять же к тем же депутатам, которых господин Быков представляет, как представлял, как глава депутатского корпуса города Кирова. Сам по себе мэр в отрыве от остальных депутатов ничего в силу нашего устава сделать просто не может. Я могу согласиться с необходимостью широко освещать претензии, вопросы, в том числе и по Парку Победы, да. Я бы не обвинял конкретного человека в каких-то злоупотреблениях, хотя я знаю о том, что в подобного рода сделке и родственники господина Быкова посвятились, сын, по-моему, где-то Утверждается, заявляется, что это сын. Ну, да, я читал. Хотя ни от кого подтверждения мы вроде не слышали. Понятно. Вот. Ну, однофамилец, скажем так. Игорь Владимирович. Предположительный родственник. Предположительный родственник. То есть, на мой взгляд, здесь вопрос, большей частью, не к конкретной персоне господина Быкова, а к системе муниципальной власти, как она организована, как она настроена и как она работает. Ну, могу только приветствовать столь пристальное внимание общественности к этой проблеме. Надеюсь, что будущий мэр, новый наш мэр, будет также чувствовать неослабное внимание и контроль, который проявляет общественность за его деятельностью и будет стараться делать выводы и не допускать возникновения подобного рода конфликта. Несколько секунд еще. Защитники парка намерены в Верховный суд обращаться. Ну, это их право. Это их право. Только даст ли это что-то? Ну, шансы есть. Безусловно, судьи такие же точно люди. Они могут ошибаться. Именно поэтому у нас несколько стадий. Тем более, что ИСОН, насколько я помню, выступала прокуратура. Не типовой случай, когда областной суд отказывает прокурорам. И я думаю, что прокуратура проявит настойчивость в отстаивании своей позиции до Верховного суда точно дойдет. Спасибо. Это особое мнение юриста Ивановича Батарева. Мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok